Бытие, глава восьмая И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Аррадских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, в первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя, и тот уже не возвратился к нему. Шестьсот первого года, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из скотов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, Лето и зима, день и ночь не прекратятся. Субтитры создавал DimaTorzok